Привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на новом уроке. Сегодня мы будем рисовать с вами красивое лавандовое поле. Я буду использовать пастельную бумагу из моего альбомчика. Вот такого. Это склеечка Дели Роуни. Здесь довольно мягкие пастельные оттенки. Я буду использовать светло-розовую бумагу. Для такого сюжета подойдут также другие теплые оттенки. Это могут быть какие-то бежевые, кремовые, светло-розовые, желтые. В общем, что-то нежное и теплое нам подойдет, потому что пейзаж тоже довольно теплый, закатный. Ну что, я думаю, можно с вами начать. Чтобы наметить весь сюжет, мне понадобится карандаш. Можно намечать также и мелком. Давайте выберем карандаш какого-то нейтрального оттенка. Это может быть охра, либо оранжевый, либо светло-коричневый. Сейчас подумаем. Давайте вот такого плана я возьму. Вот такой теплый бежевый оттеночек. И сначала мы разметим весь сюжет, основные моменты наметим. И потом будем работать уже с помощью мелков. Я тут разложила все самое основное. Нам понадобятся, конечно, с вами цвета различные. Да на самом деле все, прям вот целый такой наборчик здесь нам с вами подойдет. И желтые, и охра теплые, и зеленые, да и холодные тоже. В общем, оттенков довольно много, но все равно настроение должно получиться вот такое теплое и закатное. Так, давайте начинать. Для начала разметим с вами линию горизонта. Посмотрим, где она находится. А находится она довольно высоко. Может быть, знаете, как сделаем в таком формате открыточки? Я попробую все-таки, да? Обычно мне хочется закрасить весь лист. Сейчас давайте сделаем с вами таким образом. Это будет интересно смотреться. Мы чуть-чуть будем отступать от краешка листа. То есть, в итоге у нас будет видна сама бумага, и ее цвета изображения сделаем в серединке. Как будто вот такая открыточка у нас будет. Поэтому чуть-чуть отступаю и намечаю линию горизонта. Даже скорее не линию горизонта, а окончание наших холмиков, которые идут вдалеке. Можно, наверное, я думаю, чуть-чуть больше неба оставить или все-таки повыше. Давайте немножко повыше все-таки сделаю линию, потому что много у нас интересного снизу. Это и большие кусты лаванды, и само поле. Даже там есть какие-то домики, да, небольшие. Деревенька находятся вдалеке. Вот так обозначили волнистую линию. Здесь пойдут как раз небольшие деревца, домики. И пройдемся по основным моментам, как вот проще всего намечать, да, когда элементов довольно много. Нам нужно разметить те вещи, на которые сразу вот так глаз останавливается. Линия горизонта, это понятно. Дальше давайте наметим дорогу. Она под небольшим углом идет в правую сторону, вот так вот слева направо по диагонали. И расстояние, где она начинается от линии горизонта, оно довольно небольшое. Поэтому посмотрите, чтобы снизу осталось у нас достаточно места для переднего плана, который, конечно, мы больше проработаем, и он будет выглядеть крупнее. По настроению постараюсь, чтобы это выглядело довольно легко, живописно, чтобы такая прям легкая открыточка получилась. Идет дорожка ей навстречу, тут такая небольшая развилка, и сюда мы с вами поставим домик. Ну а дальше в сторону расходятся поля с зелеными линиями. И где-то за этим домиком, пока что его можно вот так вот непонятно обозначить кружочком, здесь будут такие объединения групп деревьев. Главное помечайте так, чтобы для вас было понятно приблизительно, да, что у нас где находится, и ориентируйтесь на те размеры, которые мы уже проставили, да. Например, вот линия горизонта, наша дорога, все остальное мы будем подстраивать уже к этому. Ниже у нас идут три таких важных сегмента. Во-первых, это зеленое поле, потом желтый участок поля, да, может быть, это какая-то пшеница, либо другие посевы, и, собственно, лаванда, которая находится на переднем плане. Такие большие пушистые кустики сиреневые. И поэтому уже относительно дороги размечаем с вами поле. Линия немножечко прогибается и идет вниз, вправо чуть-чуть. И дальше здесь идет желтый кусочек поля. Желтое поле будет примерно по высоте в два раза меньше, чем зеленое. Вот, оставляем для него такой кусочек. Также здесь будет посажен у нас кустик пушистый, прямо у краешка листа он получится. Ну и все, собственно, нам осталось теперь сделать лавандовые кустики снизу. Давайте начнем с самого нижнего и будем ориентироваться на тот размер, который у нас остался. Смотрим на него, на этот большой куст. Его вершина заканчивается выше, чем середина вот этой высоты. То есть поднимаем его достаточно высоко и пока обозначаем просто вот такой шарик. С левой стороны расстояние будет примерно пополам делить весь наш листик, может даже чуть левее заходить. Далее давайте сделаем кустик, который идет рядом. Он располагается еще дальше по высоте. Тут он у нас начинается. То есть вот такие шарики мы с вами делаем. И дальше обозначаем еще несколько кустов, которые идут дальше. Вот так. Тут по сути нет таких направленных линий, как мы обычно можем с вами замечать на лавандовых полях. Здесь немножечко так хаотично все. Во всяком случае с этого ракурса, как мы видим на изображении, тут еще у нас идут несколько кустиков. Дальше есть темно-зеленый участок, мы его тоже обязательно сделаем. Ну что, я думаю, что мы можем уже начать. На самом деле вот такой разметки нам вполне хватит. Тем более, если мы хотим такой довольно живописный сделать рисуночек, нашу картинку. Карандашик откладываем в сторону. Давайте будем теперь подбирать цвета для неба. На небе наверху вы видите, что есть оттеночки голубого, но где-то синего, да, в правом верхнем углу. Но он уходит все-таки фиолетовый. Для этого понадобится нам вот такого плана оттеночки. То есть вот этот синий, он немножечко, видите, уходит в такой сиреневый. Сейчас я его буду пробовать вот здесь на уголочке. Вот так. Можно сразу начать растушевывать, чтобы посмотреть, соответствует ли он по цвету. Так. И можно какой-то поярче нам взять фиолетовый слева. Поэтому какой-то нежный, но в то же время яркий выбираем. Сейчас я буду пробовать вот такой мелочек от Гэллери сиреневой. Он уже больше с розовым пигментом, он более теплый. Его наношу сверху также. И растушевываем. Будет, конечно, плюс легкий такой розоватый оттенок от моей бумаги. Вот так. И нам будет важно сделать небо не абсолютно ровно заполненным, а где-то давать намек на облачка. Поэтому растушевывать будем не в ноль, а все равно оставляя какую-то фактуру на бумаге. Также вы можете оттеночки плюс смешивать, если у вас нет каких-то цветов конкретных, которые есть на изображении. Давайте попробуем вот такой розовый. Розовый мой супер бюджетный. Это пастель Виста Артиста. Опять же повторюсь, в который раз, если выбирать нужную сторону этих мелков, то все работает неплохо. Конечно, они довольно разбеленные, они не очень пигментированные, но для вот таких вот замыленных каких-то моментов то, что нужно. Убираю лишнее, то, что здесь могло у меня насыпаться, сиреневое. Теперь приходим к средней части нашего неба. Вот здесь нужно взять что-то поярче. И тут вот, если брать из моей коллекции, подойдет мелочек, это мелкие сенелье. Они действительно очень мягкие. Наношу, видите, совсем немного. И сейчас вы увидите, как они легко будут растушевываться. Пигмента довольно много. Цвет получается такой довольно насыщенный. Но не стоит брать слишком оранжевые цвета, потому что наверху у нас есть синий, фиолетовый, чтобы не получилось грязных смешений на небе. Можно также в него сюда же добавить немножко розового. Главное, чтобы чистого. Так, сейчас у меня где-то здесь почище выбираю сторону. Опять же, светлые цвета, они будут сглаживать немного, потому что бумага розовая. Чем мелочек ближе к цвету бумаги, на которой вы рисуете, тем мягче будет все выглядеть. И будет визуально казаться, что ячейки бумаги, они больше заполнены. Поэтому я, знаете, так вот, где-то даже случайно выбираю, просто смотрю, похожи ли цвета. И по чуть-чуть их добавляю. Потому что мы всегда, если что, плюс-минус сможем с вами это подкорректировать. Хочется теперь немножечко теплоты и яркости добавить. Особенно с правой стороны. Так, сейчас его сделаю почище. Такой большой мягкий мелок. Это черная речка. Я брала несколько мелочков вот таких. Они тоже ручной работы. И они прям действительно очень мягенькие. Наношу немножечко этого желтого цвета в розовый, чтобы цвет стал более теплым. Поправлю немного лампы, а то она у меня съезжает и получаются резкие тени. Вот так будет помягче. Пока что еще есть свет из окошка, и им можно будет воспользоваться. Какие-то яркости, больше яркости в желтого я добавлю позже, да, осветлений. Сейчас мы доделаем небо уже до самого низа. Вот сюда можно добавить светлые сиреневые. Смотрю, кто из моих тут больше похож. Так, кусочек светло-сиреневого. Это был мелочек Рембрандт. Также он у меня есть где-то и побольше вариант. Но он нам подойдет. Такой нейтральный сиреневый. Довольно светлый. Нижнюю часть им закрашиваю. Растушевываю. И давайте смотреть дальше. Здесь хочется, опять же, его немножечко загладить. Сделать более таким нежным и мягким. Поэтому я добавляю сюда розовый. Светло-розовый растушевываю. Вот так. То есть это первый слой. Такая подготовка для нашего неба. В дальнейшем нам нужно будет с вами добавить яркие облачка. Которые мы особенно можем замечать посередине. И также добавлять осветление немножко желтого на небо. Тоже поярче. Так. Давайте перейдем, наверное, к более ярким желтым бликам. Здесь вы можете взять либо совсем такой светло-желтый, который у вас есть. Либо можно даже воспользоваться белым. Так. Я сейчас посмотрю, вот светло-желтый, как будет работать. Хочется прям какой-то более яркий цвет. Более светящийся. Так. Бело-желтый мелочек. Вот такого плана беру. Видите, когда очень мягкая пастель, то она сразу и пачкается, очень крошится и оставляет больше следа на руках, когда мы ее берем. Это нормально, потому что большое количество пигмента содержится. Добавила прям такими полосочками. Рядом где-то готовьте, кстати, если работаете тоже мягкими мелками, можно готовить салфеточку, которой вы будете и влажную, и сухую, чтобы потом не запачкать картину, да и руки, чтобы были более чистыми. Вот так вот погружаю светлый цвет в наши оранжеватые оттенки. Можно намек на такую полосочку сделать. Если у вас недостаточно осветлилось, вы можете даже немножко белого вот так туда добавить, просто чтобы цвет стал более ярким. И можно даже чуть-чуть добавить туда желтого. Вот так. Да, сразу он светится побольше и становится более теплым. Так, чуть-чуть еще сверху вот так растушую. Насчет белого. Белый, конечно, классно будет смягчать. Какие-то участки, если они у вас получились довольно темными. Вот так. Видите, сразу цвет более нежный становится и более плотное заполнение нашей бумажки. Но, конечно, учитывайте, если вы рисуете на обычной бумаге, не абразивной, то тогда она будет держать определенное количество слоев. Их 5, 10, 50, их сюда не поместится. Все равно нужно контролировать заполнение. Если у вас ячейки уже заполнены, то, скорее всего, обычные твердые мелкие будут плохо сюда помещаться. И нужно будет использовать какие-то мягкие. Дальше мягким тоже мелочком сонелье я добавлю облачка. Сделаю прям вот такую разметку, такой перышками. Как они будут у нас лететь. Я нанесу немножечко пигмента. А дальше мы будем пальчиками уже его распределять. Делаем вот такие летящие облачка. В принципе, если они чуть-чуть у вас будут отличаться от того, что на референсе не страшно, просто смотрите, чтобы они вот так вот красиво летели. Можно будет немножечко так пофантазировать и как-то обыграть всю эту историю, чтобы это интереснее выглядело. Также я слева еще немножко добавлю розового, чтобы показать вот это движение, какое-то направление наших облачков. Вот так. И пускай вот туда куда-то они мягко улетают. Все. Я бы, наверное, остановилась на этом моменте. Единственное, что еще можно сделать, можно чуть-чуть добавить яркости оранжевым мелочком на вершинке наших розовых облачков, потому что там будет свечение от солнышка. Видите, вот так становится более теплым весь сюжет. Ну что, давайте идем дальше. Если нужно, будет мы еще к небу с вами возвратимся. Наверное, единственный момент, я бы чуть-чуть еще вернула вот сюда фиолетового. Вот так. Капельку плотнее левый уголок сделаю. И все. Все. Будем дальше с вами идти. Деревья и вот такая деревенька, которая находится вдалеке, она довольно мягкая. Соответственно, цвет у нее будет более холодный и такой как будто немножко в дымке. То есть те деревья, которые находятся на переднем плане, деревья, те же кустики с зеленым цветом, они более яркие, более четкие и более теплые. То есть там больше желтого пигмента будет в самом оттеночке зеленого цвета. Вдалеке из-за атмосферы, воздуха и так далее, из-за отдаления будет появляться вот такой холодный цвет. Поэтому, чтобы передать воздушную перспективу, мы будем использовать вдалеке оттенки более холодные. Там будет меньше детализации. На переднем плане более теплые цвета с большей детализацией. За счет этого мы как раз воздушную перспективу и будем передавать. Можно начать с какого-то прям очень холодного оттеночка. С ним сделать такие первые штришочки, разметочку всей этой истории с нашими деревьями. Я беру даже вот такой голубой цвет. Он мне, кстати, это мой один из двух, можно сказать, фаворитов вот этой бюджетной пастели Виста Артиста. Коричневый, да, он красивый, он прям действительно хороший, теплый. Очень-очень прям нужен, особенно для теплой шерсти кошачьей, когда я рисую заказы. И голубой вот этот тоже мне понравился. Он мягкий, действительно. То есть прям вот неплохой. Помимо того, что он мягенький, такой красивый, приглушенный оттенок, сложный, сложный голубой. И пригодится он нам здесь. Поэтому наношу немножечко его. Потом слегка вот так растушевываю. И дальше мы с вами добавим и более похожие зеленые оттеночки тоже обязательно добавим. Вдалеке вот так расставляю такими точечками, кучечками. Стараемся, причем делать это неравномерно, да, не делать какой-то особой симметрии. Вот так вот мягко наносим. Можно пальчиком чуть-чуть постучать, чтобы все это стало более мягким. И можно слегка, совсем немножко добавить туда зеленого. Зеленый может быть тоже довольно сложный. Возьму немножко вот такого мелка от Дели Роуни, наборчик. Видите, зеленый очень-очень такой сложный. Он, несмотря на то, что теплый, на нашей подложечке из голубого, он будет смотреться очень органично. И будет хорошо с ним перемешиваться. Получится, что у нас вот такая вот дымка, но все же деревья, они зеленые. Вот как-то так наносим. Так, давайте пойдем дальше. Все-таки остановлюсь на том, что сильной прорисовки мы не будем делать именно вот этого кусочка за дорогой. Он должен быть вдалеке. Но какую-то прорисовку мы с вами дадим. Далее мы будем размечать с вами поля, где они там находятся. Это будет удобнее. И потом, после крупных форм, мы уже добавим более мелкие. Деревья, домик, да, там какие-то кустики небольшие. То есть все вот эти мелочи уже будут после. И по верхнему краю дороги я провожу линию с зеленым мелком все тем же от этого сложного оттеночка. Заодно дорогу найдем заново, если кто потерял. Потом смотрим, сколько зеленого занимает кусочек вот этот, да, у нас слева. Вот так вот нанесли. И здесь кусок довольно маленький, поэтому вы можете воспользоваться, например, растушевкой. Либо можно даже взять, у кого нету, ватную палочку. Например, это будет аналогично работать. Вот так вот немножко растушевываю. Опять же, мы сначала с вами, давайте сделаем тон, а цвета мы добавим после. То есть первый слой будет просто тоновой. Намечаем, где идут более темные участки. Можно сразу также наметить, чтобы мы не потеряли, где идут деревья. Тут два таких дерева пушистеньких, если приглядеться. Одно довольно высокое. Даже, знаете, нет, подождите, там, знаете, три дерева. Два, они пониже, а третья, которая кажется, что она с ними, она находится чуть дальше, уже у небольшого домика здесь. Ну, пятнышко такое, во всяком случае, мы ставим. Вот так. Дальше сделаем разметку того поля прямоугольного, который идет. Оно скорее по оттеночку коричневое. Коричневое, да, вот такое. Можно сразу коричневым его обозначить, чтобы не запутаться. Потому что деталей довольно много. Они довольно мелкие. И нам главное среди них там не потеряться. Ну и, конечно, нужно будет прям мельчить, делать все это довольно мелким, чтобы казалось, что это вдалеке. Бывает, что мы хотим крупнее сделать дальний план, и за счет этого у нас будет такое перспективное искажение, да, перспектива будет выворачиваться, потому что вдалеке оно, правда, все должно быть маленьким. Это мы сделали. И вот давайте прямо от этого участка такого объединения лесного мы идем вправо. И посмотрим, как у нас тут идут поля. Ну, во-первых, от бордового поля идем вниз сюда, и потом наверх идут такие, ну, три линии на самом деле. Три вот таких продольных линии, которые будут обозначать темные поля. Здесь дальше потом мы добавим домики. Чуть-чуть тоже можете растушевывать, чтобы смягчать всю картинку. И идем дальше. Тут еще одно у нас поле салатовое. И дальше у нас идут, тоже можно хотя бы два поля вот таких наметить. Сейчас, когда это сделаем, нам уже будет проще добавлять туда светлые оттеночки, и все уже станет намного понятнее. Деревья можем пока что туда не сажать, да, оставим все пока что без деревьев особо. Деревья добавим, когда поле у нас появится. Только если видите, что какие-то элементы теряете, тогда их себе отмечайте, где там они находятся. Как такие точки, от которых мы можем всю дальнейшую работу вести. Давайте перейдем сейчас на зеленый. Зеленый тут должен быть теперь посветлее, более теплый, да, он может быть более яркий. И я добавляю те поля, которые не темно-зеленые, не желтые, а такие средние, средне-зеленый оттеночек. Помним, что здесь у нас будет домик. Где-то он чуть-чуть у меня влево ушел. Ну ладно, вот здесь он будет. Вот, я его светлым оставила. Оставила. Теперь вот так закрасили поле рядом с ним. И смотрим, где еще у нас присутствует такой зеленый цвет. И смело его добавляем. Вот так. Можно где-то даже пройтись по темно-зеленым кусочкам. Так, сделали. Потом нужно будет, я чувствую, клячкой немножко по краешкам пройтись, если мы их запачкаем. Но это может быть и под завершение нашей работы. Кстати, по цветам. Да, сейчас мы перейдем на желтый, но вдалеке видите теплый оттеночек. Там может быть и немножечко от заката отражение, либо сам цвет земли, либо этих посевов может быть более теплый. Давайте пока начнем с желтого. Можно прям яркий желтый взять, теплый, чтобы он был солнечный такой. Прямо довольно яркий. Его наносим. Где-то он может и перемешаться у вас с салатовым, например. И его добавляем между темно-зелеными полосками. Сейчас они чуть-чуть потерялись, но мы их восстановим. И сразу начинаю подбирать те цвета, которые подойдут для желтых участков полей, которые вдалеке. Там цвет может быть прям такой потеплее. Вот который я розовый добавляла наверх в небо. Он может появиться и здесь вдалеке на полях. Чтобы довольно все у нас такое живописное получалось. Главное тут еще не запутаться. Да, вот так вот. Уже похоже на поле. Мы его сделали с вами. Давайте вернемся к темному, такому насыщенному красно-коричневому. Я с помощью его восстанавливаю тут поле. И таким же цветом я могу сделать участок крыши на домике. Вот тут. Кстати, чуть-чуть я с ним переборщила. Поменьше надо было его немного сделать. И вот здесь отмечу тоже, где идет крыша на небольшом домике, который у дороги. Тоже как там это будет происходить. И тот же самый бордовый присутствует где-то на наших полях. Его добавляем. И возвращаемся снова к первому зеленому, который был довольно темный. Потому что у нас ушли уже немного полоски. И сейчас нам нужно будет их вернуть. Вот так вот делаю полосатую разметочку. Также с правой стороны, где поля у нас чуть-чуть исчезли. Я их добавляю заново. Тут все у нас, конечно, довольно мелко. Поэтому ничего страшного. Если какие-то элементы у вас переместились, пошли в какую-то другую сторону. Это нормально. Главное, чтобы общий вид он оставался узнаваемым. Таким похожим. Капельку желтого с правой стороны добавлю. И сейчас смотрю, какие-то вещи мне хочется сделать посветлее. Особенно поля вот эти вдалеке. Поэтому добавляю туда беленький. Заодно сделаю их и более яркими, и более заметными. Много, конечно, там деталей. Много. Но основные хотя бы мы с вами передадим. Сейчас нам понадобится прям темный-темный зеленый. Посмотрите, ваш самый темный зеленый из тех, которые есть. И вот уже с ним мы делаем деревья. Вот это объединение. Вот эту группу деревьев, которую мы наметили. Притом я больше нажимаю на деревья и добавляю больше пигмента снизу. Потому что тогда получается сразу у нас и цвет, и объем. А так как цвет сверху, тень получается снизу. И соответственно у нас больше темного цвета будет с левой стороны. Ой, снизу, ну кстати, может быть и да, с левой стороны тоже. Все-таки справа светлее, значит солнышко где-то справа у нас находится. И вот те деревья, которые мы еще не прорисовали, вот этим темно-зеленым мы прорисовываем. Можете прям точечно вот так их поставить. Потом возможно светлый нам нужно будет вернуть немножко на эти кроны. Но делаем подготовку сейчас с помощью темно-зеленого. Он очень действительно классный. Там правда много пигмента, которые попроще. Вот зеленые, да, в наборах таких довольно простых. Они бывают разбеленные, там мало пигмента. Здесь же наоборот. Очень много пигмента. Видите, зеленый, прям неразбеленный, действительно темный. С этим цветом, но с меньшим нажатием, можете сделать те деревья, которые находятся вдалеке. То есть чем дальше, тем слабее вы нажимаете на мелочек. Либо можно добавить цвет, а потом его вот так вот растушевать. Чтобы он был не таким ярким. То есть самое яркое нажатие у нас ближе. В принципе, даже то, что сейчас, что мы с вами добавили, это все может быть намного мягче. Но я думаю, мы сейчас сверху добавим туда и свет. Да, вроде вот так вот хорошо смотрится. Можно потянуть за полосочки, чтобы их сгладить темные. Видите, они так будут более мягкими выглядеть. Тут главное, конечно, сильно не увлечься дальним планом. Но все равно какие-то элементики нужно нам добавить. Это будет очень красиво выглядеть. Сейчас сюда, с правой стороны, тоже несколько деревьев мы посадим. И сделаем, наверное, там вот домики. Можно их как проще всего сделать. Взять какой-нибудь красный, либо бордовый. Сейчас посмотрю, кто из моих больше похож. Удобно, если возьмете какой-то мелочек с острым срезом. Потому что тогда вы сможете четче эти домики, собственно, обрисовать. Вот так, да. Ярковат у меня этот цвет, но можно его с чем-то замешать. С чем-то более плотным. Вот так. И с белым, но с белым не очень ярко. То есть прям чистый какой-то белый не добавляем. Сделаем тоже светлую часть у домиков. Там видно, что крыши, они темные, а нижняя часть, она светлая. В принципе, кто хочет больше детализации, туда даже можно парочку каких-то окошек, например, поместить. Вот сюда. Ну, таким прям полунамеком, да, без какого-то фанатизма сильного. Отлично. Давайте дальше разбираться. Прям вот немножечко нам осталось. Я предлагаю зеленый, теплый, который мы добавляли в поле, добавить на деревья. Особенно на их вершинки. За счет этого они более пушистыми станут. Кстати, про белый. Ну, либо белый, либо какой-то светлый. Можно добавить вот сюда, на этот домик. Вот там, где он находится, рядом с деревьями. Лучше, конечно, все-таки работать мелком, чтобы у нас специально не получилось очень конкретно, да. То есть, не стоит рисовать там окошки, цветочки на окошках, кошек и прочее. Вот, от этого пока воздерживаемся. Все наше желание детализировать оставим на лаванду. То есть, пока вот так, в общих чертах. Давайте еще посмотрим, где там у нас каких-то деталечек не хватает. Сейчас так пробегусь по работе. Может быть, кустики какие-то небольшие стоит туда подключить. И, кстати, если уж прям, да, вот так сматриваться в эти деревья, там есть и... Ну, это не елки, конечно, да, какие-нибудь, может быть, кипарисы в серединке. А справа более круглые деревья. Но вот так тоже нормально смотрится. Хочу какой-нибудь очень теплый, желтенький взять и сделать вот этот домик прям таким солнечным. Такой желто-оранжевый какой-нибудь вот сюда добавим с вами. И, может быть, даже еще чуть-чуть белого туда, чтобы его перемешать. Вот так, чтобы он стал посветлее. Должно быть такое теплое ощущение от него. И, кстати, у нас видна здесь левая сторона. И так вот примерно, да, я наметила вот эти вот кипарисы, либо там туи, не туи, да, что это может быть, которые у домика стоят. В принципе, здесь уже можно позволить себе где-то поработать с карандашиком. Почему бы и нет. Так, давайте чуть-чуть еще светлого вот на наши поля. Прям парочку где-то полосок, которые ушли. И все, и будем дальше переходить. Вот так. В принципе, вот такого, да, примерно момента будет нам достаточно. Чуть-чуть вот сюда на зеленый добавлю. Где-то даже ячеечки, фактурка сама, она будет добавлять нам так вот немножечко, чтобы наша фантазия работала и казалось, что там есть еще какие-то дополнительные элементы. В этом, в принципе, плюс фактуры такой на бумаге. Сразу нам начинает казаться, что там еще что-то там присутствует. И это очень хорошо, пускай так оно и будет. Опять же, если что-то надумаем, мы с вами всегда можем вернуться и доделать. Давайте теперь мы сделаем то поле, которое зеленое идет снизу. Здесь у нас что получается? Можно опять взять такой теплый зеленый, но вот сейчас всматриваюсь я так в это поле и вижу, что там есть и также холодные оттеночки с левой стороны. Посмотрите, какой здесь действительно яркий зеленый. Я вот так довольно хитро делаю, оставляю пока дорожку цвета моей бумаги. Теоретически мы ее можем и оставить такую, но мы ее подсветим все равно с теплым цветом. В принципе, если вы работаете на бумаге более теплой, чем у меня, не светло-розовая, а у вас, например, она более насыщенная, какая-то желтая, можно и оставить. Почему бы и нет? Тем более мы ее растушуем с вами рядом с дорогой, и она будет уже отлично выглядеть. Нанесла я зеленый. На краях можно, кстати, и оставлять вот такие пушистенькие линии, будет красиво выглядеть. Теплый зеленый добавили. Он, в принципе, у меня очень так неплохо смотрится. Он похож на всю эту историю. Можно чуть-чуть добавить теплого. Красивое, кстати, очень сочетание получается. Теплый зеленый, когда вместе с рыженьким. Сразу цвет такой прям настоящий становится. В серединке там есть теплый. Можно добавить и, кстати, рядом с дорогой тоже. Вот так. Видите, как хорошо. Теперь давайте перейдем на холодный зеленый. Прям какой-нибудь такой насыщенный, яркий. Посмотрю, что там из моего похоже. Я думаю, я здесь разное понамешиваю. Во-первых, возьму такой, немножко ненатуральный будет цвет. Изумрудный, разбеленный. И в него добавлю зеленый больше травяной. И вот такой вот яркий. Они вместе будут неплохо работать. У меня появится и та яркость, которая слева присутствует. И в то же время, за счет того, что я буду травяной поверх добавлять, он будет таким приличным, все-таки натуральным по цвету. Вот так. Так, это мы сделали. Здесь, кстати, можно уже меньше растушевывать. Для того, чтобы у нас оставалось больше фактурки. Чтобы все выглядело более пушистеньким. И чем ближе, тем мы будем вообще меньше с вами растушевывать. Возможно, только какие-то первые слои. Все это делаем для того, чтобы для нашей воздушной перспективы. Чтобы то, что ближе, оно выглядело действительно ближе, объемнее, четче и так далее. С более темным зеленым я прорабатываю тут уже передний план нашего поля. Тут можно разные-разные замесы делать до того момента, пока вы не поймете, что вот то, что нужно, оно произошло. Что цвет у вас сложился. Так, вроде бы неплохо, да, уже смотрится. Все-таки, наверное, стоит чуть-чуть уйти вот сюда влево. Вот так. Тут даже немножечко растушую. И потом сюда мы дерево с вами вернем. Все, вот так вот лишнее мы убрали. Давайте теперь еще разочек на поле посмотрим. Ну, можно единственное каких-то небольших затемнений добавить. Таких вот не очень ярких. Но все равно, чтобы потемнее все это выглядело. Вот так, да, прям пушистенько смотрится. Все хорошо. Сделали. Давайте перейдем на дорогу. Для дороги понадобится светлый оттенок и с каким-то таким теплым свечением. Может даже розоватым. Давайте я попробую, подойдет ли мой любимый мелочек от шминки. Правильно? Чуть-чуть он будет, кстати, темноват. Я его легко нанесу. Вот так вот. Он все-таки больше розовый. И рядом, даже не рядом, прям вот можно где-то на него. Я проведу линию эту же вместе со светло-желтым, чтобы они там объединились. Вот. И у меня получилась прям такая дорога-дорога. Вот это розовое свечение, оно нам все-таки нужно, да, потому что небо у нас, видите, какое розоватое. И на дорожку тоже можно нанести. И так. Чуть-чуть еще можно зеленым ее облагородить. Если она слишком широкая у вас стала, можно ее сделать поуже. Так. Угу. И можно, если хотите, ее более гладенько, рядом с ней пальчиком проводите. Ну что, давайте посадим деревце, которое слева находится. Вот так, точечными пушистыми движениями я его рисую. Сначала можно сделать базу с помощью темного зеленого, а потом отталкиваться от того, что есть. Главное, делать его не очень симметричным. Где-то больше веточек, где-то меньше. Сверху можно добавить травяной зеленый. Сразу становится более объемным. И можно добавить еще больше яркости и света с помощью зеленого поярче. Можно даже желтенький использовать. То есть, если база уже есть, можно добавлять туда дополнительные оттеночки. Если у вас ушел этот темно-зеленый цвет, то можно его вернуть. Особенно снизу, чтобы снизу оно было темнее и объемнее. Дальше мы будем делать с вами желтое поле. Оно у нас достаточно яркое. Первый слой самый яркий. Можно сделать с помощью желто-оранжевого. Прям какой-то рыженький можно нанести. Вот такой желто-оранжевый сонелье я наношу. Потом его можно растушевать. Это такой первый слой, подготовка. И на него мы будем уже наносить дополнительные оттенки. Вот так вот живописно все растушевываем. А дальше мы добавляем желтый яркий поверх. Я добавляю его вот такими полосочками вертикальными. То есть сразу мы и делаем цвет более солнечным, более желтеньким. И плюс создаем фактуру. Потому что все-таки у нас это такое пушистое поле. Пшеница или вот что-то очень похожее. И заполняю промежуточки тоже с помощью желтого оттенка. Оно становится довольно пушистым. И тут в принципе можно добавить также карандашики. Такой красно-охристый карандаш я использую. Он такой желто-оранжево-красный. Он немножечко разбеленый оттеночек. Вот такой теплый. И делаем с его помощью намек, что у нас это поле. Такую небольшую прорисовку добавили. Можно даже чуть-чуть коричневого добавить снизу. Ну совсем немножко, чтобы у нас создавалось впечатление такого поля. Можете использовать даже мелок. Не обязательно использовать карандаш. В общем используем то, что у нас по цвету будет близко. Рядом с деревом, видите, там есть оранжевый оттенок. Мы можем добавить там его. Прямо вот поярче, побольше. И будет красиво смотреться вместе с зеленым деревом рядышком. Вот так мы довольно быстро разобрались с этим полем. Можно добавить еще немного светлых акцентов, оттеночков. Можно взять светло-желтый, например. И вот на вершинке его добавить. Дальше можно уже пойти к следующему этапу. На домик забыла я добавить дверь. Давайте ее добавим вот таким красновато-кирпичным оттеночком. Если не попали на дверь, она получилась не очень ровной. То можно скорректировать эту форму с помощью мелка. Например, светлого. Того цвета, который вокруг двери. Вот такой бежевый. Ну вот. Теперь пойдем с вами дальше. Дальше будем делать нашу замечательную лаванду. Там есть и зеленые кустики, с которых мы как раз начнем. И сделаем с вами такую базу, подготовку. Для этого я возьму темно-зеленый мелок. Тот самый темный, такой насыщенный. И мы будем идти от темного к светлому. И создавать объем. Я наношу и сразу растушевываю. Вот так вот делаем наши кучки. Чтобы мы их с вами нашли по форме. А дальше уже добавили необходимый цвет. Темно-зеленый у меня довольно легко растушевывается. И получается вот такая естественная тень. Которую мы можем использовать с вами и для зеленых холмиков. И также сделать подготовку для лаванды. Цвет довольно приглушенный. Поэтому он будет очень органично смотреться на всех участках. Если такого цвета нет, можете взять какой-то аналогичный. Немножко с синим оттенком. Либо бирюзовый. Лучше, чтобы он просто был довольно плотным. И хорошо растушевывался. Теперь я вот так аккуратненько растушевываю. Распределяю. И на зеленых кустах, и на лаванде тоже. Лаванду мы растушевываем с вами верно. В сторону, чтобы получался вот такой объем. И такая круглая шапка лаванды. Первый слой такой мягкий, подготовительный. Просто, чтобы мы нашли с вами форму. Чтобы нам было с чем работать дальше. Уже объемчик у нас появляется. Плюс мы примерно поняли с вами, где у нас будет зеленое поле. Где лаванды. Где там находятся наши холмики. Дальше мы добавляем зеленый оттенок травяной. Довольно яркий. Это будет средний тон для наших зеленых холмиков. Наношу его на все участки. Там, где есть зеленый. Он будет в основном посерединке. И даже может попадать где-то на светлые участки. Теперь их перемешиваем вместе. На те участки, где у нас все зеленые местечки. Вот так вот распределяем. Где-то просвечивает бумажка. Это сейчас нормально. Потому что туда будут попадать еще следующие слои. Можно с помощью светло-желтого. Либо взять какой-то салатовый. Другой желтенький. И добавлять их уже на вершинке. Чтобы наши холмы становились еще круглее, пушистее и объемнее. Вот такие зеленые холмы у нас выходят. Можно сделать это в несколько этапов. Темный зеленый. Потом серединка средний зеленый. И потом мы уже берем зеленый поярче. И в завершение можно будет добавить и желтенький туда. Получается, ну хотя бы у нас такие три мелка. Можно четыре мелочка использовать. Главное, чтобы у нас сохранялась эта форма. Можно прорисовывать здесь и довольно твердыми мелками. Потому что нам нужно даже не сколько растушевать, а сколько добавить объем. И плюс показать вот эту текстурку. Как там травинки, веточки. Чтобы было ощущение, что они там заметны. Можно добавить больше яркого желтого. Если у вас не хватает насыщенности на этих холмах. И вертикально, вот такими точечными, линейными движениями мы ставим вот эти травинки. У нас создается больше впечатление вот этих вот холмов. Светлые добавляем в завершение. Можно несколько небольших штришочков. Чтобы у нас было ощущение этих деталей, которые там находятся. Вот видите, сразу объемчик у нас получается. В принципе, можно на этом остановиться. Можно пойти дальше. Давайте перейдем уже ниже, собственно, к нашей лаванде. Но до этого мы сделаем небольшую подготовку. Тут я буду использовать разные зеленые мелки. Они могут быть, одни у вас более холодные, другие более теплые. Главное, чтобы мы снизу закрасили все участки, где находятся травинки. И мы соблюдаем самое главное, это веерное направление самих кустиков. Потом мы будем уже добавлять с вами фиолетовый. То есть, снизу основание всех кустиков, оно зеленое. Так как цветы, сами фиолетовые, находятся сверху. Такие пушистые шапочки, это будет именно наверху. А снизу мы добавим больше темных и зеленых оттенков. Можно немножко даже воспользоваться карандашом. Если вы видите, что мелочек где-то не делает нужных нам деталей, темно-зеленый карандашик тоже может пригодиться. Если его нет, то можно использовать и острую сторону темно-зеленого мелка. Небольшой кустик добавлю справа, там мы его пропустили. Поэтому чуть-чуть еще последних деталей карандашиком. И будем мы рисовать тем цветы лаванды, которые находятся на зеленом фоне. Туда будем добавлять фиолетовые. Здесь можно собрать наборчик. Это темный фиолетовый, потом розовый посветлее, розовый поярче. И можно взять еще какой-то яркий синий. Ну и плюс сиреневый, конечно. Сейчас все цвета, которые у вас похожи на лаванду, мы их собираем вместе. Притом они могут быть разные по оттенку. И темнее, и светлее. Поэтому сейчас будем с вами подбирать. И давайте возьмем какой-нибудь вот такой синий-сиреневый. Он нам тоже подойдет. Будет красиво выглядеть с розовым. Ну а начнем мы с самого темного мелка. Я вот так пятнышками расставляю участки там, где будет фиолетовый. Здесь у меня как раз пойдут фиолетовые цветочки лаванды. Первый слой делаю поплотнее. Прям вот самым темным можно, самым насыщенным фиолетовым. И потом будем на самые светлые участки уже переходить. Давайте попробуем добавить сюда светло-сиреневый поверх. Так как слой здесь присутствует довольно большой, то стоит довольно сильно нажимать на мелок, чтобы он оставил там свой след, чтобы он был заметен. После сиреневого я добавляю розовый. Прям довольно сильно, довольно ярко, чтобы там образовались наши цветочки. Вот этот розовый неплохой, да, по своему оттенку вистортиста. Но бывают там иногда какие-то царапающие вкрапления. Важно выбрать нужную сторону. Добавляю более яркий мелок, но он, конечно, чуть-чуть тепловат. Это мягкий мелочек сенелье. Он, видите, такой тепло-розовый. Ну и в итоге все вместе это перемешиваю со светло-сиреневым. Когда-то я рисовала лавандовое поле, и у меня был в арсенале только набор сенелье, где нет фиолетового. Там есть только розовые, голубые оттенки. Причем недостаточно холодный, розовый я имею в виду. И я смешивала вот этот розовый вместе с голубым. И визуально они выглядели очень похоже на сиреневые цветы лаванды. Цвет воспринимается немножко иначе, когда рядом находятся два разных цвета. То есть наш глаз визуально перемешивает их вместе. И кажется, что действительно сиреневые и фиолетовые цветы лаванды. Если вы даже рядом нанесете два мелка, вы заметите, что они вот так преобразуются. Ну и, конечно, мы с вами продолжаем разные цвета перемешивать. Довольно мягко наношу, то есть те же самые фиолетовый, розовый, сиреневый. Смотрим, чтобы цвет получался тот, который на референсе, приближенный. И потихонечку у нас появляется больше цветов, больше пушистости. Сиреневый, он скорее работает как такой вот заглаживатель всей этой истории. Он объединяет вместе и розовый, и темный фиолетовый. Можно добавить такой поярче цвет, как такая темная фуксия, немножко бордово-розовый мелок. Вот он довольно насыщенный, яркий. Поэтому я буду его тоже немножко сюда подключать. И он очень здорово смотрится вместе с синим. Они вместе объединяются, и цвет становится похожий на то, что нам нужно. Поэтому не бойтесь добавлять и розовый, и голубые оттенки в лаванду. И использовать вообще достаточно много оттенков. Плюс каждая кучка, вот эти каждые цветочки лаванды, они могут плюс-минус отличаться. Тоже почему бы и нет, это будет здорово выглядеть. Работа будет более живописной. Солнышко вышло сейчас. Видите, так разделила пополам мою картину. Если будет мешать, то мы уберем. Уберем его. Пока что вроде бы все нормально у нас видно. Почетче, поконтрастнее стали цвета. Снизу можно поплотнее добавить еще цвета. Вот этого малинового-розового я добавляю. Ну а на самой верхушке еще поярче можно туда розовый добавить. Прямо на самые какие-то вершинки наших цветочков. Чтобы они оставались и объемными, и пушистыми по-прежнему. Этот кусочек можно, в принципе, уже оставить. Он должен быть не таким подробным, как то, что находится на переднем плане. Поэтому делаем такие завершающие штрихочки и перейдем с вами уже на другие участки. Дальше мы можем тоже темным, сиреневый, темно-фиолетовый добавить на зеленый цвет, чтобы его перекрыть. Потом я добавляю розовый, вот такой вот малиновый оттенок. Тоже довольно яркий, но довольно темный. Мы вот такую подготовку сделали. Можно несколько полосок туда добавить синего оттенка, чтобы потом мы все это красиво вместе объединили и нужный сиреневый цвет лаванды получился. Розовый, который светлее, я по-прежнему добавляю на вершинки, на самые верхушечки цветов. Делаем их более пушистыми заодно. Видите, довольно много уже скапливается вот так вот в пастели, потому что слой получается довольно большой. Сейчас у нас все нормально, можно снизу добавить еще несколько затемнений. По-прежнему вот такие верные движения. Ведете линии снизу вверх. Делаем такими полосочками, чтобы напоминало цветочки лаванды. Поэтому слева ведем линию влево, посерединке, посерединке, вправо, направо. И кустики за счет этого тоже будут становиться более круглыми. Если где-то хочется добавить больше мягкости, вы можете пальчиком немножко растушевать и смягчить все эти моменты. Давайте будем теперь заполнять нижнюю часть. Такими же направлениями я рисую фиолетовым цветом. Добавляю полосочки. Попадаю где-то на зеленый цвет специально. И вот так пушистим наш кустик. Мне нужно сделать такую подготовку. Первый подготовительный слой фиолетовый, чтобы потом помещать сюда другие оттеночки. Положу мелочки. Давайте дальше продолжать. Теперь я добавляю сиреневый цвет на фиолетовый. Все в таких же движениях, в таких же направлениях с вами ведем. Делаем наш кустик вот таким пушистым. Он потихонечку уже заполняется цветом. И дальше на этот фиолетовый и розовый мы сможем с вами более светлые оттеночки добавить. Теперь, когда он стал слишком розовым, можем снова чуть-чуть голубого, такого синего оттенка добавить. Одним цветом, скорее всего, не получится все сделать. Здесь понадобятся разные сочетания сиреневых, фиолетовых. И так работа будет даже выглядеть интереснее, когда у нас будет много оттенков вместе. Когда ее будет интересно разглядывать, смотреть какие там цвета. Мне нравится отчасти, когда у меня нет нужных оттенков. Это, конечно, странно. Но зато нужно подбирать цвета, смешивать их вместе. Вот так вот быть в поиске этого нужного цвета. И потом это очень помогает, когда вам нужно именно самим создать нужный нам оттеночек. Это, знаете, как упражнение, когда нам нужно сделать, например, тот же самый пейзаж с помощью очень ограниченных оттенков из основных цветов. То есть это желтый, синий, красный. И с их помощью создать уже полноценную картину. Это такой интересный эксперимент. Я думаю, мы можем записать с вами такое видео, где сделаем какой-то сложный сюжет, например, всего из трех оттенков. И посмотрим, что получится. Это популярное упражнение. Оно часто используется в акварели, и в пастели, и с другими материалами. Оно очень помогает быть более креативными, находить разные оттенки, понимать, как их смешивать. В общем, все это идет на пользу. Я немножко растушевала там, где у меня зеленый, вместе с фиолетовым, чтобы были ярче видны светлые оттенки. И светло-розовым мы можем добавить цветочки, которые самые яркие, самые ближние к нам. И кустик станет более пушистым. Но главное здесь не пересердствовать со светлыми, чтобы кустик у нас очень не засветлился. Добавляю еще немножко синего. Хочется добавить даже какой-то синий потемнее, вот так вот поплотнее. Там есть прям синий оттеночек, особенно слева. Мы должны также с вами добавить дополнительные веточки, именно зеленого цвета, потому что не хватает где-то зеленого у нас снизу. Мы это тоже обязательно добавим. Ну что, пушистый кустик у нас получился. Такой прям кругленький. Сейчас можно еще немножко подобавлять оттеночков. Где-то добавить больше объема и контраста. Рядом со светлыми участками лаванды я добавляю более темными. Так они становятся более яркими. Сверху у нас много лишней пастели, конечно, остается, потому что слой достаточно большой. Давайте мы сейчас доделаем вершинки и потом уже пойдем дальше. Я добавляю розовый, чтобы кустик еще был попушистее и где-то он заходил на сиреневые кусты слева и на зеленые участки, которые справа. Прям вот точечно, еще несколько самых ярких бликов. Добавляю светло-розовый и наш розовый, который мы до этого добавили. А снизу мы можем, как с делой с вами, взять темно-изумрудный, темно-зеленый, можно даже черный взять. И мы еще немножко уплотняем ту часть, которая находится снизу. Линейными движениями, довольно тонкими. Здесь можете даже взять и карандашик, например. Мы заодно уплотняем нижнюю часть и рисуем, добавляем новый цвет, добавляем наши веточки. Можно даже перемешать с холодным бирюзовым. Тоже будет интересно выглядеть и красиво вместе с фиолетовым. Можно добавить парочку самых ярких оттенков мелочком. Тоже тоненько показываем эти веточки, которые видны среди сиреневой лаванды. Добавляем пушистости на наши стебельки. Так вот аккуратненько ведем линии в стороны. И кустик снизу уже становится более зеленым. На те участки зеленые, с которыми мы поработали, можно добавить финишные акценты с помощью розового. Тот же самый розовый, можно сиреневый добавить. Если слой уже большой, а это скорее всего так, вы добавляете цветы с довольно сильным нажимом, чтобы цвет был заметен. Можно прям вот так вот сильно подавить на мелочек, особенно если мелки у вас довольно твердые. Если мелочки мягкие, они должны и сами мягко наноситься. Чуть-чуть можно сине-сиреневого добавить туда, тоже чтобы был и холодный фиолетовый оттеночек. Добавить несколько уплотнений с зеленым цветом, уже среди цветочков лаванды. И можно, давайте посмотрим капельку сиреневого, тоже яркого туда добавить, чтобы очень в синий цвет мой кустик не ушел. Вот такой вот разнообразный он у нас по цвету и по оттеночкам получается, но в общей массе он все равно сиреневый цвета нашей лаванды. Можно добавить чуть-чуть сиреневого на те участки вдалеке, где, например, их не хватает. Давайте доделываем теперь наш большой кустик и по такому же принципу первый слой я покрываю фиолетовым. Дальше добавляю туда сиреневый оттеночек, розовый яркий. И точно так же идем с вами на осветление, добавляем светло-сиреневый. Он будет перемешивать фиолетовый вместе с розовым и плюс где-то он будет виден сам, да, свой его сиреневый оттенок. Получается довольно ярко, сразу такая многогранность оттеночков. Здесь можно прям покрупнее делать сами цветочки, можно пошире движения. Снизу я еще немного затемняю темно-зеленым поплотнее. Можно даже добавить несколько черных штрихов. Все те же цвета, которые мы добавляли, добавляем их теперь на этот кустик. С салатовым несколько тонких штрихов я добавляю тоже снизу на черный. Поэтому мы сделаем темную подложку, чтобы они были заметны. Ну и наверх добавляем сиреневые штрихочки. Они будут попадать и на зеленые местечки тоже, потому что сам куст пушистый и небольшие цветы лаванды есть и снизу тоже. Если сиреневый недостаточно яркий, то мы еще его заполняем. Можно сделать сочетание с помощью розового цвета. Все те ячеечки бумаги, которые у нас остались, мы сейчас делаем плотнее. То есть такое более плотное заполнение, чтобы у нас получалось. Еще немножко сиреневых хочу добавить вдалеке, прям поярче. Где-то мне кажется, прям его недостаточно. Хочется больше туда сиреневого добавить, потому что по сравнению с кустиками на переднем плане, те, которые в зеленом, они чуть-чуть вот так вот подошли. Небольшие такие доделочки хочется сделать. Больше контраста, больше яркости на переднем плане, еще больше прорисовки. Передний план должен получиться у нас таким четким, контрастным, текстурным. Цветочки на кустике справа тоже делаем еще более насыщенными и добавляем такие последние осветления, потому что куст сам по себе объемный. Цветы заканчиваются не только наверху, но и снизу. То есть там тоже есть маленькие веточки, на которые нам нужно нанести светлые и яркие оттенки. Немножко разные по цвету получились кустики, но все равно вместе смотрятся неплохо. Можно их примерно к такому единому цвету привести, либо и действительно оставить более сиреневый кустик, который справа. Снизу тоже немного фиолетового я добавляю. Все снизу уже вроде у нас складывается. Можно добавить парочку штришочков с черным, с зеленым цветом. Показать, что у нас вот такой объемный кустик, что он из земли у нас вот так вот на веточках растет. Тоже затемняю немножко и левый куст. Можно парочку добавить салатовых веточек, чтобы подчеркнуть все эти зеленые стебельки. И посерединке, и снизу красиво будет сиреневый смотреться вместе с салатовым. Они очень здорово сочетаются между собой. Несколько прям вот таких ярких веточек. Теперь давайте сделаем то, что у нас происходит снизу. С помощью черного и коричневого карандаша я буду делать цвет земли. Черный добавляю, чтобы у нас была заметная тень от наших кустиков. Совсем немного туда и коричневого, и черного. Можно добавить какой-то яркий, например, желтенький, либо даже оранжевый, потому что земля довольно теплая по оттенку. Вот так вот уводим линии наверх. Можно немножечко добавить еще лепестки, хотела сказать, веточки, которые смотрят на нас, которые прям вот на земле находятся. Поэтому чуть-чуть с низом работаем. И также какие-то цветочки, которые тоже попадают на участок почвы уже. Чуть-чуть туда розового, немножко сиреневого. Все те же оттеночки подключаем. Вот так еще немножко пушистости добавляем. Теперь стоит посмотреть на всю работу в целом. Давайте посмотрим, где у нас чего не хватает, либо все ли у нас в порядке. На камере немножко выглядит нежнее работа, мне кажется, чем на самом деле я сейчас вижу. Капельку еще яркости на те ряды лаванды, которые находятся дальше. Еще немного розового хочу добавить. Чтобы было прям по насыщеннее по цвету, прям поддержать кустики, которые на переднем плане. Кажется, что у нас просто фиолетовый цвет, а можно фиолетом закрасить. Но на самом деле сколько мы оттенков нашли уже в этой лаванде. Разные фиолетовые, и розовые, и голубые. Мне кажется, мы отлично справились с нашей задачей. Не знаю, насколько долгое или быстрое видео получилось. Наверное, опять все долгое. Но я старалась, чтобы это было просто, понятно, чтобы у нас такая живописная картинка получилась. Кто работы подписывает, можно их подписать. В правом нижнем уголке давайте я тоже подпишу белым карандашом, прям на фоне нашей красивой лаванды. Вот так вот, чтобы подпись была у нас заметна. Вот таким образом. Все, мне кажется, отлично порисовали сегодня. Такая солнечная, нежная, красивая работа у нас получилась. Я надеюсь, что вам все понравилось. Если есть какие-то вопросы, можете оставить их снизу под видео. Также предлагайте ваши темы для рисования, чтобы вы еще хотели порисовать вместе. Я надеюсь, что было интересно и полезно. И мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok